Приветствую вас! Для начала мне бы хотелось, чтобы вы немножечко подкорректировали свое слово «справиться». То есть, что это значит «справиться»? Забыть мужчину, как вам сказал мой коллега, невозможно. Это правда. Забыть человека нельзя. Можно изменить отношение к тому, что происходит между вами и вашим парнем. Можно проанализировать то, почему вам конкретно плохо из-за того, что вы потеряли молодого человека. По какой причине вы вообще считаете, что вы потеряли его? То есть, по какой причине вы рассматриваете уход мужчины, как потерю для себя? То есть, это уже, согласитесь, такое неравноправное отношение. То есть, это уже тревожный такой момент. То есть, если я воспринимаю уход человека, как потерю для себя, значит, мне он для чего-то нужен. Мне он нужен. Но если он мне нужен, то я, получается, таким образом его использую. То есть, если мне он нужен, значит, я от него хочу что-то получить, а если я от него что-то получаю, значит, я его использую. И получается, что это отношение не любви, не эмоциональные отношения, да, не по любви, а это отношение, ну, значит, это отношение своего рода по расчёту. То есть, вы его используете, а при любви вы отдаёте что-то. То есть, нужно понять, что именно вы потеряли с ухода мужчины, чего вы лишились, и определить, как вы это можете получить самостоятельно, чего вам не хватает. И наметить пути достижения этого самого, того, что вы получали через своего мужчину. Далее, необходимо прийти к такому, к такому умозаключению, что, а, значит, а, значит, а, если мужчина ушёл, значит, он не ваш. То есть, он не ваш человек. Вот. И если он не ваш человек, значит, если он ушёл, это здорово. Вот. И, соответственно, это здорово, если он от вас ушёл. И, в свою очередь, если он ушёл, значит, вы стали свободны. Вот. Так же, стоит сместить акцент с себя на него. То есть, это его ответственность, что он ушёл. Это его ответственность, что он разорвал своими отношения. А это значит, что он не любимый. То есть, у вас в тексте есть противоречия, как справиться с потерей любимого парня. Он не любимый, если он ушёл. Понимаете? Все это говорит о том, что вы находитесь в зависимости от него. Ну, или, по крайней мере, чересчур провязались. Вот. Далее определите, что мешает вам справиться. То есть, как вы понимаете, справиться, как вы понимаете это слово, и что мешает справиться. Вот. Ну и после того, как все это будет выяснено, вам нужно просто получать как можно больше эмоций, как можно больше уставать, как можно более активный образ жизни вести. Вот. И, соответственно, очень скоро вы уже заметите результат. Заметите, как новые эмоции, новые впечатления вытесняют из сознания мысли о нём. Ну и, естественно, то, что сказал мой коллега, то, что нужно отгревать, отплакаться, пройти все стадии принятия, это тоже, безусловно, очень важно. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. В рамках одного ответа нельзя, значит, изложить все рекомендации, потому что нужно вникнуть именно в вашу ситуацию, нужно вникнуть именно в то, что с вами происходит, и тогда уже будет более понятно, в какую сторону вам идти. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду ротануть. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok